Приветствую вас, коллеги! Меня зовут Лилия Донскова. В этом видео мы с вами будем учиться, как правильно писать посты, чтобы они были интересны, чтобы их читали, репостили, рекомендовали вашу группу другим людям. Итак, начинается всё с самого простого. Нужно понять структуру, как написать пост. И сейчас, как и в любой сфере, в написании постов тоже существуют тренды. И трендом является то, что пост должен начинаться с заголовка. Если вы придумали заголовок, это экономит время людям, потому что иначе, если пост длинный, человек открывает и не знает, что там будет, и даже не хочет его читать, потому что, ох, это долго, люди экономят время. Если будет заголовок, то люди сразу выберут, читать им дальше или не читать. Поэтому учитесь писать такие цепляющие, интересные заголовки или хотя бы начало поста, чтобы уже было интригующе. Следующий шаг – пост обязательно нужно разбивать на абзацы. Нельзя простынёй одной целиком выкладывать такой огромный пост. Люди его читать не будут. Это тяжело для глаз. Делайте с заботой о людях, чтобы ваш пост был читабельный. То есть это короткие абзацы по 4 строчки. Или если по смысловой нагрузке нужно 5-6, но чтобы было разделено пробелами. Я вам покажу пример, вот, например, мой пост заглавный. За приветствие, давайте знакомиться. И всё разбито на абзацы. Следующее – используйте смайлы. Но их должно быть немного, потому что если пост перегружен смайлами, то он выглядит как рекламный пост, и люди его тоже не читают. То есть подумайте о людях в первую очередь. Не думайте о том, чтобы делать это так красиво, чтобы прям вот разглядывать сидеть смайлы. Думайте о людях. Несколько смайликов допустимо, даже классно. Они чуть-чуть оживят текст, особенно если вы смайлы подбираете со смыслом. Не просто куда попало в репиле, а со смыслом. Смайлик, он ещё усилит слова, которые читает человек. Далее, что нужно учитывать? Это стиль общения. То есть в каком стиле вы будете общаться с своей аудиторией. Это будет такой деловой стиль или дружеский. И его нужно всегда придерживаться. Следующая длина поста. Вы знаете, здесь много споров. Кто-то говорит, нужно писать короткие, кто-то говорит длинные. Вы знаете, вы попробуйте. Напишите длинный пост, напишите короткий. И посмотрите, какой больше читают, на какой больше откликаются люди. Я, например, считаю, что пост должен быть такой средний. Я слишком большие посты просто сама не читаю, поэтому я их и не пишу. Я предпочитаю, если беру какую-то тему, её можно разбить на несколько постов, чтобы людям было интересно, и они завтра захотели дочитать, чем же закончится история. Следующие картинки. Нужно подбирать картинки по каждому посту. Пост без картинки не так привлекателен, как пост с картинкой. Учитывайте, что более привлекательно смотрятся картинки в светлых тонах. Ну, например, вот такие. Или вот на белом фоне. То есть всё, что светлое, яркое, эффектное, или интересное, непонятно, хочется рассмотреть. Люди будут это смотреть. Представьте, что вы, например, на кухне готовите обед, и у вас стоит ноутбук, и вы так периодически туда поглядываете. То есть лента двигается, найдут посты, и хоп, вы случайно видите какую-то картинку, и вы хотите подойти и посмотреть, что это за картинка. Скорее всего, да, она привлекла ваше внимание тем, что она чистая, светлая, или там очень красивая, что-то, да, очень качественно сделано. Либо что-то непонятное, и хочется рассмотреть, и вы подбегаете и смотрите этот пост. То есть на расстоянии, на так вот зрительном, присмотритесь сами к своим картинкам, и подумайте, они цепляют или нет. Далее, всегда проверяйте ошибки в тексте. Вы знаете, очень многие люди, перфекционисты, большинство таких людей, и если они встречают ошибки, то они не читают дальше пост. Например, меня аж коробит, когда я вижу ошибки в тексте, я просто не могу даже читать, для меня человек как бы сразу опускается на такой уровень. То есть я с ним, как бы, да, уже не дружу в социальных сетях, он мне не интересен. Поэтому проверьте грамотность. Это же так просто. Да, ей можно в Ворде проверить. Есть специальные сайты, куда можно зайти. Я вам, кстати, сделаю выписку проверочных таких материалов, где можно проверить свой пост. Пост обязательно проверяйте. Это займет минуту, но зато вы будете грамотным, и вас будет интересно читать. Следующее. Пост не должен быть скучным и монотонным. Дайте динамику, добавьте игривость, интригу. То есть пост должен быть такой вот, ну, прям крутой. Будьте уникальны. Всегда сравнивайте себя с конкурентами. То есть посматривайте в других сообществах примерно такой же тематики, как у вас. Что пишут, о чём, да, и думайте, как сделать так, чтобы быть интереснее, чтобы быть ещё привлекательнее, чем ваши конкуренты. И всегда будьте в курсе событий. Например, если у вас группа о моде или о красоте, то нужно учитывать, например, что сейчас в моде красная или, да, сейчас модно содержать свою кожу в порядке, без инъекций. То есть люди стремятся к экологичности, к правильному отношению. И за этими трендами нужно следить. То есть смотрите новости, смотрите то, что сейчас популярно. Изучайте эту литературу, читайте, будьте в курсе, и тогда ваши посты всегда будут интересными. И ещё очень важный шаг – это написать посты, которые будут цеплять людей. И в постах можно задавать вопросы, пожелания какие-то, ставить опросники или разыгрывать что-то. Очень круто, но мы об этом поговорим в следующем видео. Устраивать розыгрыш, чтобы люди вовлекались и заходили почаще в вашу группу. И завершим мы сегодняшнее с вами занятие хэштегами. Что такое хэштеги? Это смысловые такие слова, которые вы ставите так – решётка, слово, пробел, снова решётка, слово, пробел. То есть хэштеги должны отражать то, что в тексте. В тексте не нужно ставить хэштеги. Это сейчас уже не модно, это не используется. То есть это, знаете, прошлый век, когда хэштеги мы лепили в тексте. Да, это было актуально примерно месяц 4 назад. Сейчас уже нет. Поэтому хэштеги, например, в ВКонтакте, их должно быть не более 9. Иначе ВКонтакт блокирует такие посты и не пропускает их. То есть оно смотрит на них как на рекламные. Поэтому 9 хэштегов максимум, больше не нужно. Поэтому проработайте вот эту всю схему и погуглите. То есть можно зайти в Google, ввести запрос «Как писать посты». И посмотрите, здесь очень много информации. Можно в YouTube посмотреть ролики, можно почитать. Любой открываете «Как писать интересные посты в соцсетях». Открываете и читаете. Здесь всё написано. Просто нужно понять, хотите ли вы стать профессионалом в этом деле. Или вы вот так вот по вершкам похватаете. Вы знаете, кто так бегает по вершкам, он и не приходит к успеху и к результату. Поэтому ставьте себе на сегодня цель изучить, как писать посты. Как их делать уникальными, интересными, интригующими. Изучите эту тему. И ещё вам понадобится понимание, что такое триггеры. Это спусковой крючок. То есть это такие посты, которые цепляют людей. Почитайте эту тему, ту тему, другую. И вы станете уже лучше разбираться в этом. И будете уже понимать, о чём писать. И маленькая рекомендация. Многие из вас уже начали создавать группы, пишут посты. Друзья, не делайте в своих группах, как это сказать, помойку. Я это так называю, когда, знаете, из разных сфер закинули. Сегодня про детей пишу, завтра про цветы, послезавтра про это. Потом я напишу, как там 7 навыков высокоэффективных людей. Не надо. Возьмите одну тематику и бейте в одну точку. То есть помните, что у нас в группе должно быть 50% контент, какой информационный. 30-20-30% развлекательный. И остальное это продающие посты. Посты вызов, которые приглашают куда-то. Об этом мы тоже чуть позже поговорим. А сейчас углубьтесь в изучение, как писать классные крутые посты. До встречи!